здравствуйте дорогие друзья пришло время следующего выпуска настоящего интервью и сегодня у меня в импровизированной студии михаил гармаш более известный как кира привет всем привет привет или так ну думаю можем с тобой начать первые мои вопросы будут касаться твоего выступления на all star с которого ты вернулся буквально пару дней назад верно нет я вернусь сегодня потому что у меня довольно интересный способ путешествия вот как раз хотел спросить как-то добрался обратно почему интересно но добрался хорошо интересно потому что живу в отдаленной части украины в итоге мне сутки ехать до киева из которого я пользуюсь аэропортом поэтому у меня путь обычно занимает до аэропорта сутки или более а потом уже начинается обычное путешествие как у всех но багаж хотя бы не потеряли два раза подряд на обоих авастарах но только когда я летел туда оттуда уже все в порядке вернули да в австралии на пятый день в америке на второй отлично давай поговорим побольше об этом турнире потому что этот турнир был наверное первым столь масштабным и звездам твоей карьере да ты там принимал участие в вайлд карте но все-таки уровень игроков там не сопоставим корейцами или даже американцами как целом у тебя какие у тебя впечатления остались турнира но из-за того что нам нужно было в большайшие сроки сделать визу и прилететь соответственно почти все прилить прилетели вот прям за день до турнира алекс вообще в день турнира просто в час ночи то мы не смогли как следует отдохнуть из-за этого полностью в полной мере насладиться турниром а так я был довольно таки удивлен во-первых легкостью с которой я мог общаться с про-плеерами я думал что будет о май гад я не могу связать пары слов или они будут вообще не со мной смеяться этот момент присутствовал на моем самом первом вайлд карте потом эта команда поплатилась даже не прошла в пейлофа вот так же я удивился когда про-плееры спрашивали у меня а какие мастерки ты знаешь а как думаешь какой лучший чемпион в один на один это серьезно меня про-плееры спрашивают вот вот это меня поразило больше всего а вот касательно турнира на один на один многие после его триуфального выступления на ивс all-star где ты по сути принес нашей сборной путевку на основной турнир верили в то что ты сможешь добраться чуть ли не до финальной стадии основного турнира один на один но к сожалению тебя остановил бьерксон вот почему ты не смог его пройти второй день и выступление для меня будет днем провала так как весь день я чувствовал что у на ней в той фазе как любит говорить наш менеджер периодически когда вот мы выигрываем скримы выигрываем против вот сильнейших команд все легко а потом наступает день находим скримы ну с командой чуть послабее уровне так получается и в день просто команда сыпи сообщи проигрываем до 20 у на не в той фазе вот и в тот день как мне казалось с самого начала дня именно это и происходило я вообще не был в себе уверен возможно это из-за поражения кореи то есть до 10 минут все хорошо а после 10 мы проигрываем до 20 за 9 минут просто игра сыпется в пух и прах такое не из лучших ощущений вот поэтому перед матчем бьерксон я совершенно не был уверен а мирор матчап люциана люциана поставил меня в тупик так как последний мой мирор матчап я играл ну кейтлин а кейтлин не считается против брата то там чуть другое было а вот такой skill basic матчап слишком давно был я просто не знал что делать а касательно вашей игры против кореи ты вообще сильно волновался перед ней потому что все-таки состав был очень мощный и даже с учетом того что это фановый турнир вот все-таки но перед каждым матчем я хотел победить перед каждым матчем я уже предположил какие у меня будут пики счастью мне всегда эти пики доставались то есть либо люлю либо они вия я в них был совершенно уверен и как только они попадали мне в руки я уже совершенно не парился об игре такое так у гибрид пенитра руны идем бить с автоатаки и убиваем лебланку которую мы контрпикаем ну контрпикнули этим персонажем все пошло как по массу а вот потом чё-то ромы командная игра и все ну а так нет волнения не было у меня хороший пик мне не о чем волноваться те не переполняли эмоции когда тебе удалось один на один убить фейкера в этот момент я считал что он меня тральбасил потому что в салуку когда я пыталась так убить противников то они просто это доджили а фейкер не посчитал нужным за доджи скил шотики умер поэтому с одной стороны я был рад что его убил с другой стороны я знал что не отыграл на все сто и из-за этого это было не так круто как я бы хотел с кем из игроков тебе удалось пообщаться с таких известных может быть с кем даже успел подружиться но подружиться если обменяться контактами то ни с кем ну а так пообщаться с дайрусом с бьерксоном с фрогеном вот с ними я общался больше всех больше всего с фрогеном потому что после моего вылета один на один мы с ним каждый день играли по 20 матчей один на один он тестил всякие такие несерьезные пики которыми хотел побеждать но в итоге это не помогло ему и нас он тестил с кассингом а все что тестил со мной он проигрывал у него не было уверенности он не смог победить эти вообще кто-нибудь как личность удивил потому что но одно дело мы видим их на экране а вот другое дело когда можно так скажем в закулисье их увидеть там пообщаться как у тебя вот было но у меня удивило что хуни не работает на камеру он и в жизни такой то есть он ведет себя действительно так же как мы видели на камере со своим хохо ну не правда этого не было но вот со своими криками это вообще жесть какая-то просто не бегает но серьезным его встретить можно не так часто ну из таких которые удивили удивило что не знаю фроген такой какой он есть а еще фейкер меня по тролльбасил как но я с ним сделал селфи и что-то спросил про один на один турнир он мне типа нам ответил на антистом на котором можно сказать человек не не знает английского поэтому так отвечает а потом на автопати я узнаю что он нормально знает английский короче за тролльбасил меня паренью обидно было аж вообще в целом вот что тебе больше всего запомнилось на этом турнире именно запомнилось даже ну игра на улице потому что мне очень нравится дождь и когда мы играли на улице под дождем мне от этого только лучше было то есть мне действительно понравилась эта атмосфера ну и из модов вот тандем мод он мне тоже очень понравился так как это довольно интересный мод хотелось бы его еще попрактиковать суть его я уловил еще до игры но к сожалению мы со смурфом не настроились на одну волну чтобы отыграть хорошо и после игры только я понял что мне нужно было играть на мышке они на клавиатуре смурф лучше бы отыграл на клавиатуре а я возможно лучше на мышке слушай а вот касательно вот именно вашей игры потому что к примеру тоже алсер по моему даже какие-то еще аналитики отмечали то что в принципе вот сборная снг не сильно страдает плане механическом то есть механика игроков в принципе равна их соперникам а вот в плане шот коллинга мы все-таки проседаем но это не так уж страшно и в принципе уровень не такой сильный не так сильно разрыв вот ты как вот изнутри как ты считаешь то есть ты видел то что противника вас на голову превосходит как те же корейцы или ты понимал что у вас есть какие-то мелкие недочеты которые если исправить все было бы намного лучше но ничего глобального нет но там если сравнивать с корейцами то не на голову на 5 наверное то время как тайвань точно не превосходит на голову ну то есть на половину наверное именно по карте аутплеев от них не было а вот по и были на линии и из-за которого мы слишком пострадали и наши последующие файты просыпались из-за отсутствия равности у них преимущество а у них пик такой что нам сложнее было и им америка вот америка точно выше нас по уровню игры командному ну как такого шот коллинга у нас команде не было то есть максимум чтобы гол на гол такое мы ни разу не вели чтобы отдавать именно прямой шот коллинг а шот коллинг на дефон довольно простой поэтому вот в плане шот коллинга именно наша команда выглядела отвратительно а в плане механического от игрушек тут сложно что-то сказать по моему механически просто старались поиграть соперники нет они но иногда механический уровень игрока падает из-за того что он начинает слишком нервничать но на фоновом турнире никто не должен был нервничать все должны были веселиться поэтому странно что механически мы смотрелись неплохо то время как мы как мне кажется нервничать а давай в целом с тобой сейчас поговорим про нашу сцену вот в целом как ты вот оцениваешь нынешний уровень снг вот ты уже играешь несколько лет на высоком уровне вот изнутри ты видишь что уровень растет может но это сложно сказать так как со сменой меты нужно расти заново из-за этого рост региона зависит от того насколько он быстро приспосабливается к мете и и механически растет каждый игрок соответственно чем дольше держится регион тем выше его механика то есть механики мы все однозначно выросли и уже недалеко от больших регионов в то время как командная игра у нас все еще просевшая так как довольно сложно русским игрокам серьезно относиться в игре длительное время и тренировать командную игру нас слишком часто бомбит поэтому это у нас прогрессирует намного дольше ну или в плане шот коллинга в целом да и снг точно развилась но она развивается медленнее чем остальные большие регионы вот кстати после альстара вышло интервью с твоим мэйтом алексом который довольно жестко высказал высказался с нг сцене сказав что у нас нет почти никого тренеров у нас смешные зарплаты то есть полностью так скажем разгромил ту инфраструктуру который у нас сейчас есть в снг ты в целом согласен с его вот такой вот оценкой то что все на очень-очень низком уровне по сравнению с другими регионами ну как по мне разгромить можно то что построено а в снг построена только лига и как он и сказал отсутствуют зарплаты ну так зарплата от организации не хватит обычному россиянину чтобы жить месяц соответственно мы никогда не сможем называться профессиональным регионом пока у нас зарплаты не будут позволять зарабатывать денег больше чем нужно на жизнь поэтому наш регион точно никогда ну не данный момент не отнесется к профессиональным когда-нибудь я надеюсь все таки сможет и отсутствие тренера аналитика мешает развиваться команде в случае внутри командных проблем потому что из пяти человек не каждый сможет слушать другого из-за этого нужен кто-то выше них кто будет контролировать атмосферу в команде и если такого человека нет а человек из команды не в состоянии хоть один не в состоянии быть настоящим лидером и держать всех а таких людей слишком совершенно мало то вот и возникают наши проблемы с тем что люди не могут играть с другими но вот на совершенном уровне там полный отказ идет из-за этого ливы из команд так же продолжай продолжать когда вот зарплаты станут более стабильными и хорошими то количество игроков в снг сцене возрастет а ливов из команд уменьшится поскольку будет невыгодно ливать из команды в которой ты получаешь деньги и соответственно у игроков будет намного больше стимул играть а на данный момент мы даже полу профессиональной лигой называться не можем посмотрим что даст что дадут нам новые сезоны но судя по последнему мы аматорская лига тогда ну аматорский регион а вот целом если оценивать уровень финансов в снг вот скажи вот у тебя сейчас есть жена как я знаю да есть ребенок тебе хватает вот полностью на жизнь того что тебя дает киберспорт но пока я побеждаю да вполне достаточно но вот если бы хоть раз не выиграл то думаю у меня начались бы финансовые проблемы а так пока что все ок а вот у меня отсюда вытекает вот вопрос который мне очень интересен потому что сразу два вопроса я могу задать после своего интервью который я брал ранее у бывшего менеджера гамбит гейминг первый он касался снг сцены о чем мы с тобой поговорили но вот хотелось бы спросить му сказал в своем интервью что одно из главных проблем нашей сцены является то что не уходят уже старички то есть они получать циркулируют между командами и никакого по сути роста нет и когда они сменятся тогда и будет уже прогресс нашего региона вот тут ты согласен с ним нет потому что старичков у нас осталось довольно мало а если мы глянем на европейский регион то там старички все еще присутствуют и все еще регион развивается и довольно неплохо к примеру со зэкспеки йоу стар длительное время были в одной команде сейчас они переместились другие и все еще они считаются довольно сильными игроками так и у нас осталось не так много игроков с первого сезона который все еще и присутствует в лиге то есть из 40 игроков и я не смогу сейчас точно посчитать но я думаю точно меньше десяти до время как в европейском эссе ну точно меньше десяти возможно даже пять плюс-минус но если мы возьмем начала и у цс то точно больше десяти игроков циркулирует под по кругу так что данное с данным можно согласиться но лишь отчасти просто их до их 10 это многовато нужно уменьшить но сложно сказать и тогда второй вопрос еще когда я общался с мы с ним обсуждали уже не свершившийся трансфер гамбит гейминг мы с ним обсуждали в частности то кто мог бы прийти в определенные этапы истории гамбит в команду и он сказал мне что когда уходил алексич они всерьез рассматривали твою кандидатуру на мид но ты в конце концов сам отказался от этого и это выглядит немного странно потому что пожалуй для на радиуса девяти процентов игроков играть на лкс а для русских игроков еще играть на лкс за гамбит было некой мечтой особенно странно это учитывая что разумеется в европе был бы выше уровень зарплаты вот можешь сказать поподробнее почему ты отказался от такого перехода тот момент в снг зарплат вообще не было так что там не выше уровень она хотя бы была ну и было бы действительно неплохой а так я тогда это был первый турнир уан который я победил по легенды вообще нет второй был на который я ездил тогда я очень верил свою команду мне очень нравилось с играть и я был довольно привязан к сейше который меня научил очень многому и также он был первым шот колером моих командах от которого я узнал что действительно шот колинг это очень много и я не хотел уходить особенно у меня в тот момент не было заграна мне нужно было бы его сделать в кратчайшие сроки получить визу это много проблем а до lcs оставалось две недели то есть перед этим не нужно было еще бы пройти проверку хотя бы сыграть с ними чтобы они посмотрели достоин ли я игры но я не был уверен что вы стою на европе тогда потому что я еще не был уверен своей механике и всему остальному особенно чемпион пул поэтому я так подумал если даже смогу попасть в lcs и к примеру не продержусь неделю две потому что я в себе не был уверен то придется вернуться в снг в команду но слоты уже будут заняты другими мидерами и никому я уже не буду нужен тогда мне придется слишком долго ждать чтобы играть поэтому я решил просто продолжить играть в снг и постепенно развиваться но часто уже не жалеешь на об этом на своем выборе нет ну как я бы хотел посмотреть чтобы из этого получилось так что вот решение мог бы изменить но как мне кажется меня просто бы не взяли из-за того что я не успел бы на первую вторую неделю и взяли бы другого мидера который с которым бы они уже выступили на самой сцене а вот сейчас по прошествии сезонов как ты считаешь вот если бы тебя позвали играть в команду уровня лкс ты бы смог там играть показывать хороший уровень показывать хорошие игры многое зависит от самой команды но показать хорошую игру мидеру если он соку поднимался до чалика хоть раз не так сложно просто стоит мид отформить не умрет там покидает а у скил шо ты можешь сделать что-то красивое это не так сложно но вот сделать максимум команде за ромить если требуется или прошу колить какие-либо вещи вот тут уже возникают сложности то есть чуть ниже среднего мидера млтс я бы точно был может даже среднем но вот побеждать тут уже все бы зависело от того как я влился бы в команду или она бы смогла сыграться со мной а вот к примеру после альстара что было довольно интересно наблюдать выпускались различные видео так скажем там интересных мулов классных моментов и вместе с моментами про кого-нибудь фрогина фейкера я не знаю и и прочих были моменты с твоими какими-то очень интересными мувами то же самое когда ты убил добыл лифта переиграл фейкера и отследствует о том что во первых ты играешь хорошо ну вот лично мое такое мнение и то что тебя в европе уже начинают узнавать вместе с тем вытекает вопрос тебя вот после альстара и вообще за последнее время ты не в ту команду не звали за европа это конфиденциальная информация не могу ответить одно точно этот сезон я играю нашей лиги так что фанаты русские можете не волноваться так ну на данный момент ты стоишь в картрон дом вы готовитесь к новому сезону стар серии вашем новом составе если не ошибаюсь будет играть стажер на джангли как ты в целом оцениваешь боеспособность вашего состава перед новым сезоном то есть сыгрались ли вы уже либо еще очень очень много работы предстоит и в целом можешь сказать каких команд ты лично сам будешь остерегаться в новом сезоне ну если обсудить сыгрались мы каждый месяц тестировали нового ады керри так что сказать что мы в пятером сыграли сложно так как когда к нам пришел мир около то мы не успели особо поскримиться но сами скримы выглядели довольно весело как будто не команда тестирует ады керри ады керри тестирует команду потому что во всех играх он показал себя отлично а вот команда что-то видео и видео это довольно интересные скримы были да ну а так я уверен в каждом члене своей команды и уверен в том что на сей раз шотко у нас будет из-за этого побеждать будет не так уж сложно сыгранность как мне кажется зависит от уровня игроков каждого если каждый ожидает от другого высокий уровень игры то и сыгранность будет выше соответственно показать крутые мувы командные или нет мы сможем и тимфайты наши будут на уровне по твоему мнению на кого из команд в новом сезоне кроме вас можно будет посмотреть с интересом ну как ты считаешь кто перспективен чей состав но для этого нужно вспомнить вообще какие команды есть это довольно сложный вопрос учитывая что каждая команда потерпела изменений за исключение solar wind если не учитываясь которые стали just msi то ну просто мы не знаем что от кого ожидать изменился сезон прошло полгода и каждый может ну почти полгода каждый может сыграть как угодно может быть кто-то уже вырос до уровня в цс поживем мы видим а вот у меня есть такой вопрос касательно принципе твоего видения собственной карьеры потому что ну понятное дело играть это зарабатывать тем что это очень круто но тем не менее учитывая что что сказал про заработную плату в снг и прочее сразу утекает вопрос а вот ты уже думал над тем вот чем ты будешь заниматься в будущем то есть если вот допустим там не сложится все-таки у словом там европу не видишь там с финансами в снг лучше не станет ну конечно каждый игрок об этом думал только в начале его мы все-таки а поживем увидим а у меня уже возраст приближается к неигровому как все считают тебя надеюсь я обойду этот момент и конечно же я задумывался об этом так как я уже почти закончил пятый курс университета эту магистрскую буду защищать вот где-то через месяц то я могу пойти по своей специальности но это преподаватели или учитель русского языка что на украине не очень не то чтобы почетно на этом просто сложно заработать денег поэтому я хочу как и мой брат начать учиться программирование попробовать все в этом ну либо сделать то что я действительно бы хотел остаться ли легенд то есть стать тренером или аналитиком и развиваться в этой сфере ну либо комментатором ну как мне все говорят особенно те кто смотрит мои стримы это мне не дано тогда давай с тобой сразу раз уж если мы с тобой поговорили по сути об окончании твоей карьеры а теперь интересно как твоя карьера вообще в целом начиналась вот расскажи поподробнее как ты познакомился с лига легенд имел ли ты опыт игры в коем-нибудь я не знаю counter strike starcraft до этого как как ты вообще втянулся в нее так ну это довольно давняя история очень много я начал играть в 13 лет но лиги легенд тот момент не было то есть 9 лет назад на тот момент это был warcraft 3 но я не играл в него на расстройках я играл фан-карты доту я не очень любил так как ее любили все а я так скажем не хотел быть большинством поэтому я играл в фан-карты ну были частые фан-карты типа пудж варс были редкие мне нравились rpg ну либо вот пудж варс варлаки и tower wars ну или tower defense и то и то в принципе очень сильно я подсел на пудже в один момент и варлаков игры друг против друга основаны на понимании игры но пудж варс не настолько там все-таки попал хуком молодец не попал жаль но варлаки очень таки были рассчитаны на микро уровень поскольку у вас есть персонаж у которого 9 скилов или 8 не помню и вы играете против ну сначала играл по бы то есть против толпы людей а это просто арена вам нужно убить друг друга и там я получил так скажем опыт микро движение то есть пальцы работали довольно быстро когда нужно было изменить таргет то есть топнуть спелл прыгнуть в одну точку на карте это мой первый опыт так скажем более менее серьезной игры потом меня друзья с которыми играли в варкрафт позвали в лигу легенд в тот момент поскольку как я уже сказал я не любил дота я отказался играть карту 5 на 5 и до 30 уровня играл только карты 3 на 3 вот все время только 3 на 3 потом уже другие друзья меня позвали играть не таки мы только 5 на 5 я такой ну ладно ради вас сыграю и меня уже из 5 на 5 было не вытащить после этого но тем не менее я тогда играл до я начал в первом сезоне лиги легенд играть но играл я так месяц не не так много игр серьезно я начал играть в конце второго сезона после того как я по и съездил на лан финал по игре бодлайн чемпионс это тоже игра как вароки фоне того что это арена отдельный клиент это не фан-карта она и все еще существует но они уже все забыли так как она слишком сложная когда она только появилась это было что-то новым и она не была настолько сложным как сейчас эта игра в которой вы играете 3 на 3 очень этим напоминаю вов арену которая единственная пвп более-менее сбалансированная в вове вы играете составом хиллер дальник милишник в основном ну и все и у вас цель убить вражеского чемпиона точнее вражескую команду у вас в репертуаре 11 скилов не так много но это сейчас 1 первоначальном варианте было 9 кстати мифи который играет сейчас за режим суппорте был лучшим игроком в эту игру и запустился старладдер самый первый сезон там были дисциплины дота point blank world of tanks bloodline champions и возможно еще одна игра которую я не помню но на первом первом сезоне старладдера вот самым было вода чемпионс на котором я выступил и занял третье место после этого меня кикнули с команды так как я не так хорош был в этой игре и следующие два сезона так и не смог попасть на лан как игрок потом вода чемпионс умерла все это поняли что ему уже не жить поскольку русский сервер убрали старладдер закрыли игра не развивается и я решил пойти играть лигу легенд в конце второго сезона взял себе 1685 его тот момент ну до конца второго сезона у меня не было ярко выраженной роли в лиги легенд но я решил пойти на мид так как мои друзья когда я с ним не ходил играть там в 5 на 5 они часто просили мид потому что соло линии никто не мешает все дела и открою ладно пойду на свою линию потому что 2 на 2 я точно стоять не хочу там дисбаланс полнейший на топ я не хочу так как не всегда есть листник так что вот мид точно один на один все в порядке и после блц попадание скилл шотов противника или дождь его скилл шотов было на таком легком уровне потому что в ладонь чемпионс вообще таргетных скилл шотов нет точнее таргет шотов и мы могли попасть по противнику только если сможем правильно кинуть скилл шот а в лиге легенд это не так сложно как там поэтому когда я пришел я пикнула нивию и на миду было очень просто поэтому я довольно быстро поднимался в его вот когда набил 1685 число я запомнил надолго я решил найти себе команду зашел на сайт логейм точка ру нашел мы пошли турнирчик наш состав был по моему золото все золото максимум один платиновый и на этом турнире мы дошли до финала по финале выбив команду фомки и еще кого-то и финале встретились флэш эндзе на этом проиграв ему они и оба этого точно не помнят но мне это запомнилось так как я в тот момент был никем а моя команда их знала и поэтому такие мы добрались до таких игроков я длительное время еще не знал рус сцены потому что просто играл но один человек который был со мной в той команде он не был членом команды а просто был на этот турнир капитаном чтобы показать каково ну он решил меня забрать к себе в свою команду и с ним я играл длительное время которым я очень сильно повысился в руку уровне лиги легенд потом следующая команда у меня была со змей горынычем тоже продержалась довольно долго это это и та команда где-то по году продержались ну или нет со змеем пол а потом первый сезон старладдера я уже был знаком своим картом который решил собрать команду из нетоксичных игроков целью дальнейшего развития так и собрались стримеры game z и кира так как я не был стримером в тот момент ну и первый он выигран а дальше история многим известна а в какой момент лично для себя понял что вот лига легенд я вот для для меня она будет не просто там пару часиков день поиграть с друзьями вот будет можно сказать твоей профессии вот какой момент понял что готов ей уделять все больше и больше времени но с 13 лет я играл компьютерные игры сутками а warcraft 3 так вообще но если не шел по какой-либо причине в школу то я играл до того момента как хотел лечь спать ну потому что друзья уже в тот момент не сильно хотели гулять я один был такой но никто не хочет поэтому я сижу и играю тем более иногда играю с ними для меня было несложно играть в лигу легенд сутками потому что мне это действительно нравилось и нравится до сих пор поэтому я никогда не считал что это что-то чему нужно настроить себя уделять много времени ты просто этим занимаешься потому что она тебе очень нравится поэтому у тебя нет с этим проблем родители это близки нормально относились тому что столько времени уделял там компьютерным играм что потом стал прогеймером то есть адекватная была реакция но первое время поскольку у нас не развито это совершенно но относились скептически в плане зачем ты это делаешь если это не принесет пользы но потом я начал зарабатывать этим и тут уже не было никакое никакого отрицательного влияния но основа была в том что ходишь на учебу сдаешь контрольные экзамены если у тебя это получается делай что хочешь если нет то будь добр остановись удели этому время возобнови хорошие оценки и играй дальше но сейчас ну да это было довольно справедливо но сейчас точнее не сейчас а когда вот первый star ladder закончился и я ну полиги легенд то там уже была поддержка на довольно хорошим уровнем что тебя запомнилось больше всего из своего именно раннего периода то есть до star ladder там ну или можно взять в расчет там первый твой star ladder может это турнир или какое-то событие там но события но это сложно называть событиями просто вот повесила команда и золотой слышь платиновый побеждать алмазных на тот момент не было разрыва по дивизионам поэтому я так их и называю золото платина или алмазка команды вот мы золотая слышь платиновая команда побеждаем алмазных мы такие нормас вот вот это вот чувство было отличным а в первом сезоне star ladder и тоже есть один момент что мы такие ну пацаны мы сыгрываемся вот мы со второй попытки пошли прошли квалификацию этот турнир мы ничего не сможем сделать расчетываем на следующий играем стараемся в каждой игре каким-то чудом проходим на ланы выигрываем это было довольно прикольно а как ты можешь сказать себя совершенствовал как игрока то есть возможно ты начал там играть по 18 часов в сутки или после каждой игры пересматривал свои реплеи так скажем в чем секрет как считаешь вот такого своего личного успеха на нашей сцене ну я не переставал играть по 18 часов в сутки ну конечно нет я спать очень люблю поэтому играл меньше скажем так перед тем как лечь спать да и во время поиска игр я очень часто смотрел записи игр на тот момент это были записи игр м5 или гамбитов и я очень много смотрел плей алексича и пытался в своем соку их копировать на тот момент механический уровень игры очень решал вот в конце третьего сезона мы это видели как скт просто выиграли на своей механике потому что командных умов там особо и не было снова болишься побеждаешь и благодаря алексичу я очень много узнал очень много его копировал во многих моментах поэтому как мне кажется из-за этого мое развитие было довольно быстро но еще из-за того что у меня не было планки типа того что моя механика ниже остальных потому что я чего-то не смогу сделать у меня этого не было потому что я пришел из игры которая сложнее механически в раз 10 при этом я там не был точно лучшим но я не был их слабейшим то есть механически я точно уверен в себе а когда ты уверен в себе то тебе все дается намного проще поэтому я запомнил слова дарьяна из одного интервью он сказал что я я уверен в себе и своей команде стал только после первого турнира есо который я победил в этот момент я понял что побеждать это возможно и в этом нет ничего удивительного и вот после этого упала стена с очень большими сложными стенами то есть об эту стену многие бьются но какой-то момент она упадет сейчас вот напомнило мне старых сезонах вот в сезоне когда скт стали впервые чемпионами где упор был на сноубол и в принципе мне кажется что такой расклад больше был тем пользу то что довольно агрессивный мидер ты любишь как я знаю переигрывать других а сейчас же лига наоборот стремится к тому чтобы все выигралось именно тимплеем роль одного игрока было меньше чем роль всей команды вот в целом тебе нравятся те изменения которые воют райд уже на протяжении несколько сезонов в игре в 4 сезон такой был как ты говоришь но нет не 4 5 но 4 тоже в отчасти но в пятом это было очень ярко выражено что формим командные файты делаем побеждаем но шестой сезон в нем вернули некоторое количество сноубола поскольку во втором сезоне в шестом есть очень похожий момент что если ты хоть раз убил противника то когда он вернется на линию ну там до 6 лево убил то у вас разница в уровне будет ты 7 а он 5 во втором сезоне это было просто очень видно если ты сделал хоть один килл на противнике ты начинаешь сноуболиться невероятно то время как в четвертом и пятом ты отдал килл ты отдал 2 может даже 3 не ты не намного просел ты все еще можешь делать очень много то время как в шестом с изменением мастера предметов снова вернулся этот момент ну и джанглер более агрессивный что если ты верли потерял хоть немного преимущества у тебя начинаются большие проблемы и тебе сложно вернуться в игру так что риоты как мне кажется просто каждый сезон меняет игру и проверяет насколько она интересная когда команда играет так лучшая команда конечно которая выиграет команда играет по-другому след за этим и делать свои выводы мне очень нравится вот что риота каждый год действительно очень сильно меняет игру это придает ей свой шарм из-за которого она мне уже не надоедает в течение пяти лет а вот если говорить касательно последних изменений последних патчей где-то убрали монопоты что некоторым мидерам как ожидалось кажется их немножко понерфит сделали очень много других изменений касательно дк появились таки так скажем упешные герои на время как триндомир ясу то есть на сцене тебе в целом как этот патч но мне патч нравится поскольку теперь не нужно покупать варды наконец-то мидер может экономить деньги и у него и это спихивать все на джанглера потому что это его обязанность входит покупать сайдстоун а мидер может купить так пинг вартик поставить такой ну вот вражеский джанглер с мидером снесли мне вард почему ну они лучше сыграли а на лайки вот поэтому денег теперь не так много тратится по поводу монопота я его не любил потому что он тратит лишние деньги которые ну лучше просто учиться использовать ману правильно чем покупать монопот потому что выгоднее потратить эти деньги на хиллпот это меня не затронуло ну и вот теперь борьба с виженом она стала довольно интересная когда ни у кого нет вардов есть тринкеты которые раньше были но при этом теперь и синий тринкет который ставишь куда угодно и противник такой да как он меня видит где этот синий тринкет вот это вот вводит свой дисбаланс но это весело это новая игра меняется а что-то из отрицательного то заметила ли ты принципе всем доволен из отрицательного ну не знаю сейчас на миду такой интересный чемпион пу что у меня он одновременно и нравится и нет то есть почти все чемпионы на миду сейчас работают и это с одной стороны хорошо работают все мои чемпионы другой стороны плохо работают те которых я просто ненавижу а на них я не играю я такой вот вот этот момент и разве что кстати вот каких бы ты чемпионов мог порекомендовать таким начинающим мидером в новом сезоне я всегда рекомендую чемпионов которыми нравится играть вам нравится играть лисинами на миду играть пока вам это приносит удовольствие пользуйтесь этим кстати за что ты полюбил они ли ну это сложный вопрос в тот момент мне просто понравился ее урон а после этого я просто не мог от нее отказаться так как на ней у меня много чего получалось но со временем я понял что я просто всегда любил лед как таковой но и фениксы у нас много сказок про жар птицу которая является фениксом и мне всегда нравились эти сказки и сам сам феникс как таковой переиграл я в героев и там феникс был очень интересным персонажем поэтому мне нравится лед и мне нравится феникс спасибо они вижу что она есть и тем и тем просто через этот вопрос тебе я постепенно пытаюсь понять логику фрогена так что спасибо за ответ что касается вот предстоящего сезона старладера вот как ты считаешь при понятно что это еще трудно загадывать трудно предполагать еще целый в принципе год впереди как ты считаешь вот шансы вашей команды на попадание на пят мира через wild card они вообще большие они вообще есть по-твоему то есть вот если оценивать именно уровень твоих тиммейтов уровень твой там и вот эти все маленькие мелочи как ты можешь предположить но после последнего стара я понял что шансы есть и даже не последнего последних двух учитывая десафио у меня я считаю что шансы есть и они очень даже высокие потому что перед тем как поехать бразилию мы уже чувствовали что наш состав летит к чертям потому что финал против дельфинов был слишком сложный но там были свои проблемы и они сказывались поэтому для меня не было таким большим удивлением что на десафио мы проиграли и почти сразу после него мы изменили состав если бы текущим составом мы оказались на десафио я думаю 90 процентов что мы бы его выиграли даже 99 потому что сейчас ну тот состав просто и живу своем играли слишком долго и уже устали друг от друга надеюсь в этом составе так не будет и мы будем развиваться поэтому мне кажется что на следующем вот карте если если мы будем лучшей командой снг конечно же и займем первое место то мы его выиграем слушай а кого бы ты мог отметить из мидеров российских то есть вот в ком ты видишь потенциал вот потому что уже игрок но не возрастной но ты уже игрок опытный ты игрок сильный и вот ты уже отмечал допустим каких-нибудь молодых мидеров россии которые могут будущем зажечь но если брать всех они молодых мне кажется старые уже не растут то есть они столкнулись и даже в себе это вижу что у меня тоже начинаются проблемы с этим а так из новых которые сейчас развиваются это эко он не стабилен но тем не менее когда игра у него идет он отыгрывает очень хорошо и номанц вот эти этих двух игроков я заметил против них мне играть довольно таки сложно и я считаю что скоро возможно в этом сезоне возможно чуть позже они будут лучшими мидерами нашей лиги когда-то я помню верили еще в паранойю но паранойя его я тоже бы отнес больше к старичкам как фомку и flash and the night а ну потому что он довольно давно уже светился то есть когда обо мне еще никто не знал о нем уже знали поэтому мне кажется что у него тоже появился застой возможно он у всех нас четверых просто на мне это не так сильно заметно это связано с потерей мотивации из-за этого у нас довольно сложное развитие слишком много времени выделили возможно с чем-то другим но вот у наши четверки большие с этим проблемы а кого бы ты мог отметить из так скажем мидеров вот именно в мировом масштабе есть мидеры на которых ты равняешься до сих пор вот ты говорил про алексича не знаю может конечно за ним до сих пор следишь учитывая что он выступает но а если говорить еще про двух за алексичем уже не слежу так как его игр было довольно мало и его отыгрыш постепенно мне переставал нравиться не знаю почему но мне казалось он не доигрывает а так лучшим мидером на данный момент после того что я видел и всего остального я считаю изихуна поскольку это человек который играет на своем чемпион пули это единственный момент что он не такой высокий отлично просто отыгрывает как нужно как будто ты играешь против человека который играет по книжке за чемпиона он может рискнуть он может пойти на определенные риски но он этого не сделает потому что его чемпион ему не нужно это делать и он этого не делает из-за этого выигрывает свои игры вот такого мидера я считаю лучшим на втором месте я бы назвал бы фрогена у него очень похуже playstyle но есть свои недочеты ну возможно ему просто не получалось раскрыться с его команды а в топ-3 фэбивана однозначно потому что мне тоже очень нравится как он играет его чемпион по высокий на линии и после нее он отыгрывает отлично просто ну мне вот за этим тремя мне действительно очень нравится следить за фейкером последнее время перестала потому что он меня патрульбасил и все не хочу больше за ним следить слушай я думаю уже пора постепенно заканчивать мы с тобой довольны многое обсудили думаю многие многое что узнают но напоследок хочу задать вопрос который в принципе возможно покажется неожиданным но вот ты играешь долгое время ты ездишь на ланы ты общаешься различными игроками и как у всех в принципе игроков у тебя есть какой-нибудь случай довольно думаю курьезный который ты наверное помнишь до сих пор о авертума как комментатор это к примеру когда его там сокастер заснуло время эфира там у кого-то еще какой-то а вот у тебя как помнишь такое интересное на это не случай просто все мне говорят что у меня отвратительное чувство юмора что у меня его просто нет меня это забавляет ладно я думаю пора заканчивать мы с тобой многое обсудили многое я узнал ты много чего рассказал спасибо большое что со мной пообщался думаю напоследок ты можешь передать приветы своим фанатам там организацию поблагодарить как всегда делают киберспас смены да это обязательный ритуал для завершения интервью иначе интервью не будет полноценным спасибо всем кто голосовал за меня спасибо тем кто пришел благодаря моей игре во устали либо в отвратительной игре игре либо хорошей ну кто знает спасибо вам большое спасибо большое организации хард рендом за то что поддерживает нас ну думаю все а ну нет самое важное спасибо большое моей семье за то что она меня поддерживает в этом нелегком деле как киберспорт и спасибо тебе за интервью пока